Снучи-кучи, дорогие друзья! С вами Юга и это Юга Шоу. И сегодня у нас долгожданный обзор нового беспроводного геймпада Hero от компании Redragon. Разберем его особенности, плюсы и минусы, стоит ли он своих денег и вообще нужен ли он нам. Поехали! Для меня лично это первый опыт использования геймпада на стационарном ПК. В основном это были приставки, с которыми, кстати, Hero работает только с PS3. Я, честно сказать, устал от проводов и когда мне встал выбор проводной или беспроводной, я даже не думая, сказал, что это по-любому будет беспроводной геймпад. Поваляться на диване, позалипать с друзьями в Mortal Kombat или Need for Speed и в конце концов просто поформить в Black Desert, по-моему, милое дело. И Hero отлично для этого предназначен. Что могу сказать про геймпад? Покрытие прорезиненное, софт-тач, приятное на ощупь, в руках уверенно лежит. Стики расположены так же, как и на PS3. А форма в виде иксбоксовского. Удивительно, для меня такое сочетание очень даже зашло. Redragon смогли подчеркнуть удобство обоих этих геймпадов в Hero. Опять же, я говорю лично за себя. На вкус и цвет, как говорится. Контроллеры и кнопки не люфтят. Осики с ребристой поверхностью, чтобы большие пальцы не скользили. Индикаторы заряда, кнопка Home, старты, селекты, все на месте. Клавиши управления в точь-в-точь, как на Sony. Боковые стики приятно переключаются. Теперь, ребята, немного характеристик. Батарея в Hero на 550 мА. Ее зарядка, по моим тестам, заняла около часа. Хватает зарядки примерно на 4 часа. В зависимости еще от того, будет ли выбран виброрежим или нет. Два вибромотора его вам прекрасно обеспечивают. Джойстик поддерживается всеми операционками, начиная от 2000 Windows, заканчивая Windows 10. Софт в комплекте есть. Можете смело его сразу ставить. Если у вас нет DVD-ROM, соответственно, берете и скачиваете с официального сайта. Вот. И просто ставите его и проходите калибровку. Это занимает около одной минуты. По дальнейшим действиям радиопередатчика могу сказать так, что непосредственно через всю мою комнату он прекрасно добивает. Но, сами понимаете, что вы будете сидеть недалеко от телевизора или монитора, и с этим вообще проблем у вас никогда не должно возникнуть. Вот. Точных цифр расстояния я не знаю. И вообще, что самое приятное в Hero, и меня очень раньше смущало, но, как бы, в принципе, развеяло мое сомнение, что эти джойстики прекрасно работают в паре. То есть, можно, соответственно, с одного радиопередатчика подключить два джойстика, и, соответственно, они оба будут работать, и вы можете вместе со своими друзьями поиграться в те игры, которые вам нравятся. Подводя итоги, ребят, могу вам сказать так, что геймпэд Hero – это прекрасное сочетание цены и качества, и плюс во всех играх, где я его применял, он показал себя очень достойным. Еще одним бонусом следует то, что теперь с девушкой я могу выяснить отношения в Бортл Компатте, кто из нас пойдет готовить, а кто пойдет убирать. Не стесняйтесь брать два геймпада, если вы любите собираться шумными компаниями. Если он вам понравился, ссылочку на него я оставлю в описании под этим роликом. Также, если этот обзор, не знаю, понравился и тебе, мой дорогой друг, поставь лайк, не пленись, расскажи о нем друзьям или другу, который еще сомневается, какой геймпад брать. С вами был Юга, это обзор на геймпад Hero. Рендрагону спасибо, вам всего хорошего и всем всего. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова